ну все запись записываем и так ну что ж коллеги здравствуйте в эфире наша традиционная ставший уже традиционный рубрика кафедра онлайн вообще-то мы очень гостеприимная кафедра мы очень любим что нам люди приходили что-то спрашивали с нами общались но в последнее время по разным обстоятельствам делать было невозможно и мы начали выходить в виде вот таких вот стримов или прямых эфиров во-первых вы можете посмотреть наш прошлый эфир у нас уже вышел эфир про название животных про разных домашних питомцев которые обитают в наших коллег про то как писать научные статьи и еще одна новость это то что мы начали выкладывать на наш канал лекции андрея александровича добровольского там уже лежит лекция про разных ученых эпохи просвещения следующая лекция будет про карла линнея и в общем каждую неделю мы будем туда выкладывать по новой лекции поэтому за этим тоже следите также у нас был прекрасный выпуск про коралловые рифы с андреем николаевич мостровским и сегодня мы в каком смысле продолжаем вот эту вот тему подводных морских исследований сегодняшняя наша трансляция к сожалению я приношу извинения она выходит в записи потому что техническим причинам прямом эфире мы выйти не смогли но так или иначе мы начинаем и посвящен наш сегодняшний разговор водолазанию дайвингу и назовите как хотите так или иначе мы поговорим сегодня с людьми у которых большой опыт погружений под воду морских исследований с помощью да вот водолазного дела и сегодня у нас в гостях алексей миролюбов димир крапивин и дмитрий арестов я вас очень рад приветствовать и хотел бы вас попросить может быть представиться рассказать пару слов о себе и ответить на такой вопрос дело в том что я вообще человек совершенно сухопутный гидрофобный и очень мало про это знаю с одной стороны у меня очень большой ну вот такой трепет то есть я беру интервью у вас водолазов практически как будто я беру интервью у космонавтов да то есть это какие-то люди которые ну погружаются какую-то очень недружественную среду люди очень смелые и конечно мне бы очень хотелось узнать как вы к этому пришли расскажите как вообще начали заниматься дайвингом если вы можете рассказать пару слов себе и рассказать про ваш какой-то путь к этому необычному во всех отношениях на мой взгляд занять начнем тебя алексей всем привет еще раз вообще как-то меня давно то есть самого детства тянула под воду хотелось изучать жизнь морских и лесноводных обитателей вот потом как-то я увлекся немножко чем юности подводной охотой и потом уже поступив на кафедру зоологии беспозвоночных также сложилось что не для моей научной работы необходимо было нырять а для чего нужно было нырять я наверно расскажу чуть попозже как бы это будет тоже в рамках нашего рассказа в общем не для того чтобы заниматься научной работой меня было необходимо нырять и таким образом я к этому приобщился и на сказать совершенно не жалею об этом вот а сам я занимаюсь паразитическими ракообразными корнеголовами спасибо большое значит теперь тот же самый вопрос к владимиру здравствуйте меня зовут знаете владимир пропивин я занимаюсь паразитами морских без позвоночных ну и мне кажется что история примерно так сказать одна и та же будет потому что я в детстве смотрел какие-то фильмы команды кустов меня всегда очень интересовал именно как бы интересовал именно наблюдение как бы за подводным миром как бы воочию и мне кажется что даже если бы мне не нужно было бы ничего для науки в плане водолазания как бы а так так сказать вышло что это нужно вот то я бы все равно наверное погружался бы с целью наблюдения за какими-то животными вот какой-то момент мы большой какой-то командой решили так сказать что хватит значит терпеть так сказать это так сказать отсутствие погружение нашей жизни вот и занялись дайвингом который применили впоследствии в науке скажем так ясно то есть получается это и оказалось потом полезным но исходным было такое просто желание этим заниматься ну что поводом было как бы наукам я что и на самом деле конечно как первичный здесь желание нырять ясно спасибо дмитрий здравствуйте еще раз значит ну меня зовут дмитрий арестов я выпускник кафедры зоологии паспозвоночных сейчас с кафедры связано отчасти вот и в основном работаю в зоологическом институте на ббс на беломорской биостанции картиш и кроме того еще значит учу детей в лаборатории экологии морского бентуса вот и вот надо сказать что мой путь к водолазанию он примерно совпадает с путем владимира потому что мы собственно были в одной упряжке в одной команде когда учились этому водолазному делу вот учил нас александр чернобельский вот нас там было довольно много от кафедры и это было такое обучение потом мы кто-то где-то прошли открытую воду и надо сказать что довольно долго мне в общем не могу сказать что очень сильно надобилось залезать под воду для науки то есть у меня были какие-то мелкие поползновения но но так вот регулярно нас на самом деле я начал заниматься научным дайвингом когда поступил на биостанцию и там у нас появилась там достаточно много возможностей для дайвинга было и остается я имею ввиду оборудование и так далее и мои водолазания стали более ну что ли регулярными вот ну а потом уже это перри перей перешло и на и то что я не только на картише стал мне нырять но и в заповеднике тоже то есть вот такой извилистый путь к научному дайвингу и действительно ну я в отличие от моих коллег не паразитолог но тем не менее мне тоже по роду моих занятий необходимо иногда совершать погружение вот поэтому у меня хоть и не такой обширный опыт как у коллег но все равно имеется вот ясно спасибо большое ну вот мы немножко все познакомились представились и меня на самом деле вот такой вопрос владимир упомянул жака и его кусто это как раз одна из первых таких мыслей которые мне приходят в голову когда я слышу о дайвинге вот как не как профан в этом деле конечно это такая личность которая произвела большое впечатление на многих и на самом деле кстати еще недавно был как раз день рождения жака и его кусту 11 июня вот и в связи с этим я хотел попросить владимир может ты можешь поподробнее рассказать чем он вообще знаменит и почему его дайверы и так уважают и любят да на самом деле это как бы не такой тривиальный вопрос как кажется в смысле что есть люди которые думают что вот кусто изобрел так сказать там водолазное дело а потом узнают что это не так там и разочаровывается но дело в том что конечно кусто водолазное решение вообще не изобретал как бы первым вот но сделал что-то очень неважно значит дело в том что до жака его кусто люди погружались конечно тоже еще там в девятнадцатом сказать восемнадцатом веке даже в общем-то каким-то образом они погружались но скажем то него они использовали для этого разные очень такое как бы сложное оборудование вот скажем трех болтовка ой костюм такой классический водолазный да как он весит там где-то под 90 кило так сказать и в общем требует сам подачи воздуха с поверхности дальше вот там скажем кислородное снаряжение скати да здесь уже значит есть некая сказать автономность но человек дышит как бы начинает дышать чистым кислородом выдыхает его в некий блок где вдыхаемая смесь очищается от углекислого газа и он как бы есть но выдышит в общем суть в том что здесь присутствует момент дыхание кислородом как бы плюс еще есть некоторые искать элементы которые делают это снаряжение довольно опасным похоже что то есть и сейчас но она контролируется специально там компьютером чтобы она человека не убила да а когда-то люди ныряли вот ну не глубоко с такой вот штукой и это все было возможно но это была сфера чисто профессия профессиональной некой деятельности это были вот космонавты такие настоящие так сказать богатыри не мы невозможно было дышать как мы дышим на поверхности как мы дышим на поверхности невозможно дышать и сейчас я бы сказал на самом деле но просто а значит что изобрели кусту и скотиме ли коньян кусту сейчас весь ну все что-то он извините меня есть вот это второй изобретатель акваланга эмиль ганьян может быть менее известный инженер который вместе с кусту разработал собственно конструкцию вот эту вот но конечно не совсем такую но суть в том что это штука которая позволяет дышать под водой автономно воздухом вдыхать этот воздух воду и главное что она позволяет регулировать давление подаваемого воздуха в зависимости от глубины делается что с этим связаны были многие сложности сонная болезнь да будет не в этом дело дело в том что чем глубже тем на самом деле больше ну вода она вообще давит на погруженные нее объекты на грудную клетку там легкие на сложно сделать вдох скажем и чтобы его сделать нужно либо так изолироваться от этого давление там за батискафе каком-то либо увеличивать давление подаваемого воздуха на самом деле чтобы им так сказать можно было дышать раньше это решалось каким-то образом но вот именно кусту и коньян они придумали вот эту конструкцию которую они назвали акваланг то есть как бы водно легкая значит и она позволила в результате через вот они это придумали где-то начали в сорок роковых еще в этим оккупированной франции что-то разрабатывать потом закончили в начале 50-х мне кажется где-то вот и в общем через буквально несколько десятков лет акваланг позволил заниматься подводным плаванием практически всем желающим ну почти всем то есть там как бы ты может быть там пенсионерам домохозяйкой ребенком как бы представить что руки массы да что там ребенок одиннадцати лет мог использовать вот что-нибудь вот это или вот это вот это было ну безумие это вот расскажи там водолазу начала века что да там у нас там в будущем дети там плавают что же у вас за дети то такие значит титанические вот а короче главное заслуга кусток кроме того конечно что он значит вместе с я не изобрели вот этот акваланг и еще как бы популяризовали этот искать вид таскать премию провождения и сделал его и доступным таскать для широких масс далее в общем теперь как бы вот каждый может и на самом деле как бы мы вот трое мне кажется то чтобы какие-то там профессионалы как по особо то есть мы ничего необычного как бы не делаем на самом деле вот так да ну это как посмотреть на мой взгляд то что вы делаете весьма необычно вот спасибо большое на самом деле теперь я совершенно буду иначе относиться к стоят они не просто для меня будет человек который снимал интересные фильмы но еще и человек который дал человечеству вот широким массам вот эту возможность нырять вот но в принципе действительно сейчас дайвинг стал очень популярен им занимают самые разные люди с самыми разными целями но конкретно тема нашего сегодняшнего разговора это все таки дайвинг которым занимаются биологи то который можно назвать на научным дайвингом или научным водолазным делом хотелось бы конечно обсудить в чем специфика да вот что именно какие задачи свои собственные научные решают биологи с помощью погружений под воду вот ну и логично предположить вообще жизнь зародилась в море и конечно будучи зоологами занимаясь зоологией беспозвоночных невозможно избежать морских исследований большая большая часть типов животных обитают в морских самое большое разнообразие типов животных обитает именно в море вот и соответственно конечно первое что приходит в голову это просто собирать да осуществлять сбор животных вот расскажите как как осуществляют водолазы сбор животных алексей да я хотел бы продолжить этот разговор и немножко вернусь назад дело в том что раньше дайвинг это было такое ну именно погружение это было чисто профессиональное занятие как в аван уже сказал да сейчас условно весь тип погружение можно разделить на профессиональный и так называемый рекреационный под рекреационным понимается что когда люди едут на курорт какой-нибудь там на красное море ныряют там с инструкторами смотрят на рыбок на кораллы восхищаются всем этим делом ну и в общем то на этом все и есть так называемый профессиональный дайвинг профессиональные дайвинг там заключается в том что есть специальные люди которые работают например портах они очищают днище судов они умеют делать разные подводные работы в том числе бывает даже там подводная сварка металла такое тоже бывает так вот научный дайвинг он все-таки ближе наверное к такому вот профессиональному дайвингу потому что мы не просто ныряем и смотрим что там под водой происходит но мы пытаемся что-то делать конечно это как бы ни в какое сравнение с подводной сваркой не идет но задачи бывают разные и сейчас мы очень по порядку можем рассказать о разных задачах которые мы выполняем под водой ну и самое первое вообще как бы зачем вообще зачем здесь под воду тут можно придумать несколько причин для этого ну и первое из них вот всем нам нужно собирать животных и те кто там был на белом море каких-либо других морских экспозициях знают что часто их нет животных которые прибережных можно собрать просто гуляя по колено в воде те кто живут поглубже их нужно уже доставать с помощью каких-нибудь уже приспособлений например тралы драги начерпателя так вот проблема в том что не всех животных одинаково успешно можно собрать вы же драги или начерпателем некоторые которые массовые виды да они действительно хорошо попадаются в эти орудия лова но бывают некоторые зверушки которые сидят довольно редко на морском дне и можно там сотню раз кидать драгу и не поймать ни одного или одного животного и этого например для последующей обработки для научной работы это недостаточно поэтому как раз ныряние и погружение и поиск животного самостоятельно этот процесс сильно облегчает когда ныряешь ли во твоими глазами видишь где кто как живет некоторые животные например сидят на на скалах или на поверхности крупных камней их тоже соответственно невозможно взять никакими драгами или тралами такой камень крупные камни просто не вытянуть с животных этих не собрать при этом у нас даже кстати есть видео про то как работает на черпатель и далеко не всегда он хорошо работает это об этом чуть позже ну и как раз ко мне это сбор животных под водой он имеет самое прямое отношение потому что как как я вначале уже сказал именно из-за этого я начал заниматься дайвингом потому что я начал заниматься корнеголовыми ракообразными это такие паразиты которые живут в раках отшельников и начал заниматься этим этим на белом море а на белом море раков отшельников не так много они довольно редкие там и чтобы собрать нужное количество а мне нужно их довольно много потому что не все из них подходят нужны только зараженные в общем одной драгой обойтись было невозможно поэтому мне пришлось нырять осваивать водолазное дело и вот как бы я ныряю за ними и ищу их под водой на дне даже о чем подумал сейчас когда-то про это рассказывал что не это чем-то напоминает статистику вот люди которые занимаются статистикой они все берут выборки да но есть где-то генеральная совокупность которую они изучают но никогда не увидят и не пощупать руками и так далее вот так же мы с драгами или с кошками или с начерпателями как бы туда кидаем что-то в океан берем но оно все уже поломанное побитое мы там вслепую что-то взяли ну на удачу наугад а вы те самые люди это как если бы человек который занимается статистикой мог нырнуть в генеральную совокупность и там посмотреть что там реально происходит ну а часть отчасти можно конечно немножко сравнить но мне кажется все равно как бы ныряя мы тоже то есть не видим все да я думаю что я пропускаю очень много рак тех же самых раков отшельников просто потому что они там спрятались под камешком или их просто не так что не все так просто вот ну ты тем не менее непосредственно с этим контактируешь и я еще хотел спросить ну вот это все качественные пробы да то что мы берем мы грубо говоря можем найти каких-то конкретных животных которые нужны нам для исследований а вот именно какие-то количественные пробы какие-то конкретные точные измерения необходимые каких-то может быть статистических исследований вот я слышал что у дмитрия есть такой опыт такого рода дайвинг для таких целей да ну вот лёша говорил что у него есть видео с черпаком я не знаю может быть его самое время показать сейчас или как удобно ли это мне например очень было бы интересно у вована видео с черпаком где показывается как у черпак падает и криво берется для зрителей я могу пояснить что черпаком в просторечии называют инструмент для отбора проб на черпатель вот это такой привычное название этого инструмента в обиходе лаванов просто речь называет меня это привычное название меня в обиходе сейчас совершенно верно черпак сейчас будет так сказать виден да вот это как он должен работать это как он как бы это вот он сработал это он так должен работать сейчас следующий видос будет про то как он как бы обычно необычно но частенько работает например вот так то есть он работает у меня должен бы должен бы взять вот как бы некую площадь да а он берет что-то совершенно другое проблема еще в том что с поверхности тяжело оценить когда он взял правильно когда неправильно да это конечно уникальный кадр как как на черпатель берет потому что как правило мы действительно этого не знаем как он взял и можем иногда оценить только что вот приходит на черпатель и все хорошо и замечательно только вот как бы грунта почему-то мало а почему его мало ну вот наверное потому что с одной пеной морской но фактически да я хочу только сказать что вообще говоря количественная гидробиология то есть количество учетных бентосных животных он вообще в нашей стране не так давно был начал применяться и в общем-то пионерами в этом смысле пионером вот этой вот количественной гидробиологии были там несколько сразу ученых это там пушкин другой пушкин значит это проб вот и александр николаевич голиков который долгое время возглавлял отделение морских морское отделение значит в зоологическом институте вот и вот это были пионеры люди которые думали понимали как нужно брать пробы количественно с помощью водолазов вот и более того значит они разработали даже а то есть вот например пушкин с грузовым а в свое время разработали такой дночерпатель специальный водолазный как который называется дночерпатель грузово пушкина вот и сейчас собственно говоря моего просто речь и называем кусаком вот такой сейчас вы увидите у меня есть большое видео о поводу того как выглядит этот кусок у нее такие зазубренные края вот но собственно говоря история то который вот мой опыт взятия вот этих количественных проб он в основном связан с большим таким проектом который был реализован там два года мы его реализовывали это был проект по изучению населения красных водорослей в разных частях белого моря и там нужно было брать пробы количественные пробы грунта с водорослями на них а понятно что водоросли живут на разных субстратах самых иногда на каменистых субстрат иногда на гравийных гравийниках и взять их на черпателем очень сложно вот поэтому собственно были вот такие водолазные работы вот я привлекался в качестве водолаза мы ныряли вместе с александром чабаном и вместе с сергеем маловендой и брали вот эти вот пробы в разных ну вот в основном нас была ковыть пандаларский залив и ванежском заливе вот набрали пробы с горизонтов связанных с красными водорослями горизонт глубин я имею ввиду вот и вот у меня есть небольшое видео чтобы вы понимали в каких условиях могут работать водолаз и как здесь вообще взять помощью начерпателя это довольно сложно сейчас я попробую это дело расшарить да вот так вот получите ли у меня да сейчас наверно видно вот эту страшную зелень до видно а вот ну вот собственно как это выглядит это значит съемки сергея маловенды который снимал меня в основном то есть тут водолаз который там это я сейчас только вот почему-то не запускается водолаз вот это кстати к вопросу о мутности вообще в белом море вот но что-то светится да и вот собственно кусака вот водолазный черпатель уже затянутый вот и он уехал туда наверх и там люди его значит будут там люди будут его опорожнять и нам потом вот по этой веревке значит они нам его спустят обратно а вот в этот момент нужно записать вот это была третья проба вот в этот момент значит нужно записать всякие данные об этой пробе вот в обычный такой это обычная кусок кусок пластика вот и карандаш и так вот это все решается вот под водой вот запись никогда не думал что под водой кто-то что-то записывает карандаш так вот все происходит можно записать ну там мы записывали температуру мы записывали глубину естественно с которой это было взято вот а это вот собственно говоря поводок на который на котором должна была приехать кусака вы туда что-то накидали в эту кусаку дальше дальше она поднялась до дальше опорожнили и пустую кусаку нам послали обратно да она тут важно следить чтобы она не ударила попал мне ну и как естественно естественно вот такая мутная муть есть не везде но в данном случае она присутствовала вот и собственно говоря но без если это делать без помощи если это делать без помощи водолазов то это колоссальный объем работы потому что как раз это еще и маленький очень маленький объем грунта потому что одночерпатели должны быть тяжелыми иначе они просто не могут схватить грунт и начерпатели берут огромные площади там самые маленькие это одна десятая квадратного метра а есть и начерпатели которые берут 1 4 квадратного метра то есть соответственно говоря это гигантское количество грунта если обработка была очень тонкой там каждый кустик красных водорослей значит осматривался и все объекты которые на нем были найдены они подсчитывались вот если бы это брали начерпателем со площадью захвата 1 4 квадратного метра это можно было бы умереть просто вот поэтому поэтому собственно говоря водолазная водолазная водолазы осуществляет такой ну как бы точечный очень точечный набор да и они могут оценить то есть фактически мы как как на поверхности как а как будто мы ходим по обычному по суше мы можем выбрать репрезентативные места и сильно уменьшить количество времени вот чтобы обработать в ту самую выборку о которой ты говорил как геоботаники делают только под водой да 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 фактически на ну или собственно говоря те же самые литеральные зоологи они точно так же поступают на всякий случай чтобы представлять начерпатель который берет одну четвертую площади дна это здоровенная штуковина которая весит мне кажется несколько тонн и просто так слотки его 200 килограмм да но тем не менее с обычной лодки на руках и не спустить больше чем раза чем я вешу вот и для этого нужно как бы судно со стрелой применим то есть это все немножко непросто как бы легче спустить водолаза куда можно ясно спасибо и еще про что я хотел вас спросить про что с вами поговорить это то что иногда насколько я знаю водолазы ставят под водой какие-то эксперименты да и на одно и то же место возвращаются снова и снова да для того чтобы понаблюдать что там происходит про это я хотел попросить рассказать владимира да иногда они возвращаются в общем как бы морские тескотикологи они делают много всяких штук частности как бы делаются какие-то эксперименты причем эксперименты бывают многолетними это мог быть наблюдение за какими-то сказать обрастаниями причем за какими-то сказать обрастаниями там изолированными от там части хищников изолируемыми от не знаю все хищников хотят всех вообще там и так далее вот у нас на соловках работал и работает такая команда костяком который является евгений ленич яковис и хотя анна артемию вот значит и я там подвязался таскать в качестве рабочих рук вот такого тупого таскать водолаза вот который ставит как бы снимает разные перементы вот сейчас эти вы видите здесь экспериментальные установки которые стоят на дне рядом с сказать островом большой соловецкий некоторые из них сейчас там вот видите здесь некие ракушки здесь уже ракушки не очень видны вот скажем все начинается с того что есть вы некие ракушки которые сказать обрастают различными морскими обрастателями здесь есть болянусы гусорчатые моллюски красные водоросли вот хотя среди здесь видны он еще ты сотрудники наши кафедры таскать изучают закономерности таскать роста этих друз зависимости от того если скажем к ним доступ таскать у хищников значит в любом случае что это за хищники они выясняли таскать долго мне кажется что про это можно сделать отдельный искать эфирю с так сказать евгением леонидовичем как раз ну примерно это но это там киеве креветки моллюски нет это основном так без позвоночные видимо вот наверное как бы я сказать уже немножко за спойлер интересную историю в общем короче говоря суть в том что чтобы увидеть некий результат нужно было держать под водой сказать эти друзы очень долго потому что если в южным море все растет довольно быстро ну в коме там в черном в нашем белом море еще в высоких широтах все растет очень медленно и вот такая друзья с соседями которым мы видели там может сказать вырасти там за много лет и вот они там держали субстраты по моему лет десять наверное надеюсь что когда-нибудь они несколько об этом еще расскажет ваш и но просто чтобы масштабы представлять да и все эти десять лет нужно было какие-то субстраты снимать так сказать проверять чего с ними произошло какие-то там скажем очищать там зачем-то да и ставить обратно ставить какие-то новые так сказать так далее и все это нужно было делать на каком-то не очень большом так сказать пятачке с тем чтобы найти это на следующий год и еще на следующий год то есть буйок там не оставишь потому что его снесет льдом во-первых во вторых нему привяжется дяденька и будет там искать тить рыбу зацепит все так сказать якорем крючком вот короче без водолазных работ это работа вообще себе сложно представима вот а так сказать использование так сказать водолазной техники она так сказать ну как-то так успешно делать вот в моей таскать работе тоже задействовала должна техника вот я в частности хотел в этом году весной поставить эксперименты по заражению как мидии на разных глубинах скажем так заражение вот и он ну или трематодами трематодами как бы уже неважно потому что не поставил сказать по понятным причинам не вот но но суть в том что использование водолазной техники позволяет как бы манипулировать какими-то животными очень как бы сказать аккуратно на самом деле под водой в смысле что вы можете взять как бы там ну садок как бы некую клетку да в которой сидят там ваши не знаю мидии там болянусы креветки и так сказать оставить их на дне там затянув сеткой чтобы они не убежали скажем и смотреть что с ними будет так естественно что вы заставляете его 5 естественно как бы окружение как-то это клетка да как бы но целом есть способы скотчить это влияние скажем да вот но вы как-то можете понять вот что происходит там с конкретными так сказать а если это животные обрастатели скажем да то все еще лучше потому что они никуда не убегают их можно искать и без клеток ставить просто на известный вам субстрат на известном месте там скатите кеточкой даже там аккуратненько что-то написано это там не знаю друза вася это друза лёш это друза вова надо прожить так чтобы в честь тебя назвали друзу и смотреть что с ними там станет через много лет причем это можно сказать видеть прямо вот под водой еще на фотоснимках можно их вынуть так сказать обратно вот именно на это же место воткнуть меня конечно потрясает масштабность вот людей с которой работают со мной бок о бок то есть это люди которые решают поставить эксперимент в диких условиях под водой так чтобы каждый раз когда его проверить нужно нырять под воду и планируют что этот эксперимент будет длиться десять лет ну так не взначай вот это конечно поражает поражает мое воображение действительно надеюсь что мы когда-нибудь услышим про это отдельно вот еще последнее что я хотел про вот такое вот биологическое водолазание спросить это про какие-то может быть живые наблюдения да в принципе ведь это возможность посмотреть на животное в естественной среде может быть его сфотографировать снять на видео вот может быть проект нам немножко расскажет алексей да я сейчас как раз хотела об этом рассказать но если можно я еще немножко добавлю пару слов к рассказу в она про эксперименты под водой дело в том что конечно бывает действительно случае когда с помощью водолаза можно сделать какие-то очень тонкие манипуляции под водой как раз перекладывать живот то есть складывать садочек определять но иногда водолазу приходится делать довольно грубую тяжелую такую физическую работу от я когда-то 2015 году был в экспедиции во вьетнаме и там я тоже был как наемным водолазом и у нас была задача одна из многих которые там были было эксперименты по резаселению коралловых рифов с помощью вот этих самых кораллов и для этого были изготовлены примерно такие метровые арматуры арматурные колья из арматуры металлической на которой ставилась рамка если коли их нужно было под водой вбить в коралловый риф а коралловый риф он по сути это камень да это известняк он довольно мягкий конечно с точку по сравнению с гранитом но тем не менее все равно в общем тираками не можешь показать как это сейчас я попробую у меня есть сейчас картинка секундочку я попробую посмотрим так минуточку так и сейчас волды могли возникнуть проблемы с плавучестью не кого-то я сейчас расскажу как раз с этим была проблема так сейчас видно видно вот это уже такое оброшь и оброшь и рамка если посмотрите вниз там торчит такая вот палка этот кусок арматуре на да а кораллы вот эти которые сверху они сидят на рамке то есть вот такая рамка на ножках эти ножки их нужно вбивать в дно это делать вот делается довольно непросто потому что нужно хотя это не очень большая глубина это около там пяти шесть не больше пяти шести метров ночью нужно нырнуть на дно вместе с этими коли ими их большой кувалдой дальше ставится кол и нужно к нему бить кувалдой а вот этим проблема потому что как только это размахиваешься кувалдой то все остальное тело на подлетает вверх потому что в воде плавучесть в общем обычно плавучесть водолаза выставляется в ноль то есть предполагается что плотность водолаза суммарная она такая же как плотность воды для удобства но говоря с этой кувалдой можно вверх улететь вот чтобы такого не было один гора чтобы такого не происходило а приходилось очень сильно перегружаться то есть брать гораздо больше грузов себе чем нужно и конечно это как бы не совсем правильно с точки зрения техники безопасности но по-другому просто это как бы и так кувалда у тебя зачем еще груз а вот все иначе чтобы равновесить себя на этом рифе и вот приходилось прибегать очень таким забавным случае если видите на наблюдения наблюдением за животными как понятно наблюдать за животными можно по-разному и в том числе например в аквариум dessa можно убрать животных виситцию по аквариуму но в данном случае все равно если мы хотим исследовать поведение животного ну или просто смотреть за ним то аквариум это все-таки искусственная среда это все равно что меня наблюдать за поведением человека в тюрьме она будет немножко отличаться от поведения на воле на позапрошлом стриме мы занимались этим немножко прямом эфире с сашей ткачаком большая тюрьма там аквариум это некая искусственная система и то поведение которое мы видим поведение животных в этом аквариуме может быть как-то они угнетены там а может наоборот им там много пищи они там ведутся не так как ведутся на дне моря и как раз ныряя можно наблюдать за всем этим делом и хорошо если еще можно взять с собой например фотоаппарат и видеокамеру потому что можно будет запечатлеть все эти вот особенности жизни животных я могу сейчас показать какие-то фотографии которые у сейчас из белого моря к примеру видно сейчас цены да это цены капиллята которая довольно распространенная белом море и довольно много а это вот к примеру лютернария ботифила она один из тех зверей которые довольно редко приходят например в черпаке или драги потому что она сидит обычно на скалах и на крупных камнях и либо приходит виза такого смятого комочка непонятной формы да а под водой она довольно красивая вот такая вот сидит медузы всевозможные а ну вот это забавно интересная фотография это такая группа актиний метридиум синили их в общем белом море довольно много ну а в некоторых местах их встречаются таких довольно больших конгломерациях не сидят так вот забавно что забавно с этой фотографии если вы присмотритесь то увидите что они вот эти актиния они покрыты какими тут такими точечками видно здесь а крисом обсыпаны от вода дело в том что это рачки и собственно я эту фотографию как-то выложил контакте один мой знакомый который специалист по ракообразным тоже он не написал и попросил чтобы обязательно собрала ему этих рачков потому что поведение этих рачку точно знаю что за рачки но никогда не видел их вот в таких агрегациях и то есть возможно что это какой-то другой вид или интересно как симбиотическое отношение у этих животных но к сожалению пока еще не устал и мы собрать так что чем эта история закончится я пока не знаю но тем не менее вот один из вариантов того что вряд ли можно было бы увидеть если собираюсь и как тени до таги к примеру вопрос как вообще быть с освещением для фотографирования очень важно выставить свет вот здесь мне кажется очень-очень светло и очень красиво то есть у вас фотоаппараты со вспышками или может специальные приборы да под водой свет это большая проблема и как бы есть некоторые там грамотные хорошие подводные фотографы которые плавают вообще все обвешены вспышками и вспышки должны быть не не просто одна там как одним большим фонарем светить вперед а в разных направлениях они должны быть расставлены есть там целая наука по поводу того как расставлять свет под водой потому что не совсем также как на земле и даст ну то есть как бы приходится делать фотоаппарат и к нему крепить несколько источников света чтобы получить какую-то более-менее нормальная фотография да с этим проблема так на вот здесь на этой фотографии мы видим глажаберных малютков которые возможно спариваются скорее всего есть меня такое подозрение ну а это одинокий глажаберный малют который путешествует по багрянкам а и это тоже забавная фотография это одиночный полип табулярия индивиза такая крупная и на нем сидит глажаберный морюск крифелло одинокий и крифелло она как раз питается кнедариями и если вы посмотрите на верхнюю часть венчика вот это вот полипа то увидите что у него часть щупалец объедена вот и не хватает да и у меня есть подозрение что вот этот товарищ как раз их по вкусовым ну а ты вот он тут сидит уже довольный сытый поэтому очень под водой иногда можно запечатлеть в принципе какие такие вот интересные моменты жизни животных вот сейчас драги был но и конечно не это было бы просто вот теперь на драги и драги был бы перемешан суп или картини полипы и так далее да спасибо большое алексей еще я как человек который погружениях и дайвинге и водолазы не разбирается хотел немножко вас проспрашивать про то как вообще организуются погружение а вот немножко про техническую сторону вопроса как это происходит а вот ну в голове у меня какие-то стереотипы что там некоторые погружаются там с напарниками там можно погружаться летом можно погружаться зимой там разные температуры разные условия необычные вот опять же хотел алексея попросить может быть пару слов об этом об этом сказать о каких-то условиях погружения том как организовать погружение в разных условиях есть вообще но есть правило техника безопасности при погружении первую очередь что всегда нужно погружаться с напарником всегда должен должны быть люди которые на поверхности дежурят и ждут этих людей наблюдают за ними наблюдается пузырями вот на самом деле довольно много всяких правил наверное как бы сейчас будет скучно их всех перечислять и там по глазному учебнику но есть некоторые моменты которые действительно стоит помнить то есть что люди которые наверху они должны быть обязательно которые хотя бы для начала следят за лодкой если вы куда-нибудь приехали на лодке они должны следить хотя бы чтобы эта лодка не уплыла пока вы погружаетесь а то будет очень неприятно всплыть и обнаружить что у вас нет плавсредства когда есть кто-то наверху пойти паны дальше организация погружения она сильно отличается от условий где вы ныряете если например погружаться зимой и море покрыто льдом то это особая история когда нужно еще больше помнить о безопасности потому что когда погружаемся зимой бурим лунку во льду сейчас я покажу вам одну фотографию там с лодкой могут быть проблемы зимой-то да я обычно тяжело вытащить из сарая в это время сейчас покажу один из примеров если вы посмотрите тут как раз это лед майна которую мы там сделали и владимир который сидит в этой майне и как видите это прорубь это как раз мы были в антарктической экспедиции и ныряли там под большой толстый лед когда ныряешь под лед есть проблема в том что вот эта майна она одна и ее может быть сложно найти то есть когда нырнуть не легко а вот вы нырнуть может стать проблемой потому что ее можно не найти если не найти майну то пробиться из-подо льда будет достаточно сложно и скорее всего это будет последнее погружение поэтому видите человек который стоит слева он держит руках веревку веревку привязана к водолазу и это так называемый страховочный конец с помощью которого во первых если по нему можно подавать сигналы с помощью дергания за этого конца есть целая система дерганий где-то можно там дернуть потрясти дерна там дернуть два раза дернуть три раза дернуть много раз и это определенные сигналы которые азбука морда ну не совсем азбука морда там немножко проще сигналы но их не так много но тем не менее и если что вы дал если с водолазом что-то случилось то его можно за эту веревку вытащить из майна и в общем-то спасти поэтому организация при подлёдном дайвинге она немножко сложнее чем а да если вы здесь вот можно увидеть как водолазу регулятор поливают горячей водой из термоса тут это может показаться на первый взгляд абсурдным зачем лить горячую воду в холодную майну но в этом есть смысл дело в том что регулятор это как раз то устройство которое было придумано жаком ивам кустос с эмилием ганьяном который позволяет давление воздуха из баллона снижает до давления среды то есть позволяет реально дышать из баллона и баллоне очень большое давление в регуляторе она уже меньше и при расширении регулятор охлаждается и просто из-за того что газ расширяется температура его падает так вот он может замерзнуть особенно это часто может случаться в холодной воде когда теплообмен замедлен из-за холодной окружающей среды если регулятор замерзнет он просто станет на свободную подачу воздуха и в рот пойдет поток такой мощный поток воздуха и баллон быстро закончится и чтобы этого не произошло сначала можно полить регулятор теплой водой и это в некотором роде спасает его от замерзания ну или кто-то в это верит не но в целом это помогает вроде как минуточку а ну вот еще это уже я в майне суточками и водолазным доктором и водолазный доктор да ребята вы расскажите где это все происходит это в антарктиде это мы были в море содружества по-моему 2015-2016 году мы туда ездили такое впечатление что вокруг тебя вода уже тоже замерзшие слегка но там плавает такая шуга это кусочки льда вот и кстати про наше погружение в антарктиде может быть в аванс может показать видео оценить к примеру здесь вот толщина льда она была около полутора двух метров то есть в общем довольно такой солидный лед был солидный температура воды как не смешно сейчас момент что не получил температура воды там минус 0 сколько-то градус ниже нуля или даже минус полтора до соленой водой это случается сейчас вот значит видео которое снимал такой московский видно такой водолаз из москвы олег владимирович савимкин замечательный фотограф этот баланс мал-таки видос вот это как бы здесь действительно прикольно что это как бы антарктиде где на суше как бы ничего нет там белая безмолвие два мха там четыре лишайника ну грубо говоря а под водой там вот такие вот эти джунгли воды до гребешковая банка гребешки странно вообще интересно что очень мало на самом деле осадка на дне и кстати обратите внимание что сверху лед вода очень прозрачная видимость очень хорошего отличие от белого моря то есть такое ощущение что воды здесь вообще нет это вот где-то сорок-пятьдесят метров там растут такие длинные такие ассиди колониальные веревки это вот эти вот веревки это колониальные ассиди иногда можно спутать с концом со своим концом начать подавать на парке сигналы дергать когда ищешь там что-то белое да надо сказать что в антарктиде очень прозрачная вода и хорошая видимость самое лучшее что я когда-либо видел и как ни странно несмотря на как бы полутора метровый слой льда даже вот вот это видео здесь снято со светом но есть и другое видео вам может покажешь там глубина вот это тоже со светом смотрим здесь вот видео с трех метров там есть еще которая помнишь трех метров а там вот это вообще снято абсолютно без внешнего освещения на минуточку здесь вот сейчас глубина около 30 метров и наверху вода покрыта полутораметровым слоем льда и вот такое освещение то есть примерно то что вы увидите глазами да 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 вот примерно видно глазами то есть это а вот это сейчас это сигнал это сигнал на поверхность на самом деле удивительно несмотря на то что вот толстый слой льда и 30 метров воды есть конечно такие небольшие сумерки но все равно видимость довольно ну и освещение хорошее а это вот и белое знаете что сейчас вот там червяк такой белый лежит да да не мертина на бывает длиной алексей показывал длиной двух-трех метров да и весом весом около 700 грамм то есть это очень такой довольно солидный червяк гигантская нинарки нам такое вот пока пока здесь мы смотрим на прекрасную антарктиду и с чистой водой то я вспомнил что однажды я нырял финском заливе у нас и вот это полная противоположность где в общем то реально видно только стекло своей маски и больше ничего и там мутно грязно это глубина небольшая и никакой ну да но я нырял максимум то на 10 метров на 10 метрах это вообще абсолютная темень ничего не видно куча ила грязи и общем как-то очень неприкольно там нырять вот у меня еще такой есть стереотип ну вот когда я слышу про работы дайверов я очень часто вижу какие-то разговоры про то что у дайверов есть свой язык на котором они общаются как язык глухонемых но вот что-то типа куча всяких разных знаков что что означают вот но я хотел спросить насколько это вообще реально пригождалось вам вот например дмитрий может скажет пару слов ну да ну на самом деле у нас опять таки опыт у меня не очень большой да с вот с погружениями такими когда мне нужно было прям вот точно знать что говорит мой напарник вот но тем не менее мы все учим когда мы погружаемся мы все учимся эти знаки вот ну надо сказать что они довольно в общем-то универсальные можно даже догадаться о чем идет речь вот я тут подготовил небольшую такую презентацию вот и даже может быть предлагаю вот как ну не не водолазом а вот как бы коллегам а вот может быть не знаю там кому-то потом кто-то потом в записи когда нас будет смотреть будет там задерживать мою презентацию на паузу поставьте видео на паузу и попробуйте да 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 а потом мы вам заспойлер вот сейчас я попробую эту презентацию показать вот сейчас извините одну секунду как тут вот вот видно эту презентацию да видно значит ну вот основной мне кажется что это основной знак который используется да это соответственно да вот как бы окей то есть один водолаз другого спрашивает все ли в порядке а тот ему значит отвечает окей вот и это а если как будто рэп читает а если вот так вот да то это как бы не окей то есть что-то не то и что-то надо как бы думать что делать да вот то есть вот такой вот как это сейчас модно говорить ну такое а вот так вот ну вот как бы да такое да вот может быть это из водолаза вообще пошло ну такое я даже не знаю из водолаза знаков так значит ну вот следующий следующий но это как бы я даю затравку а вот это уже реальный вопрос вот когда человек вот так вот прикладывает значит палец к уху вот он может быть вот что он говорит он говорит что сошел с ума или у тебя ухо оттопырилось или смотри у меня красная маска вот или я не могу продуться вот нужно выбрать из варианта да нужно выбрать из варианта да вот но я думаю что это так но в общем я думаю что видимо продуться не может да 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 мы понимаем да что в принципе когда человек погружается меняется давление внутри него и снаружи него значит и у нас есть соответственно специальные трубы внутри нас евстахиевы да по которым выравнивается давление значит во внутреннем ухе если его если эта труба почему-то там сужена по каким-то причинам то человек не может продуться в том смысле что он не может выровнять это давление у него начинают болеть уши и поэтому иногда там до какой-то глубины это может быть хорошо но после этого могут возникнуть сложности вот вплоть до разрыва барабанной перепонки поэтому очень важно чтобы человек мог продуться если он не может продуться это значит что он должен оставаться на той глубине а на которой он есть и пытаться продуться если не получится то идти наверх медленно идти наверх да да вот так что это вот такая важная если ваш напарник так вам говорит значит вам необходимо понимать что он будет задерживаться на этой глубине чтобы иметь возможность продуться вот но это вот еще более так сказать такая серьезная так сказать ситуация когда человек вот так вот себе отрезает голову рукой вот значит и понятно что на самом деле он говорит о том что у него заканчивается воздух вот баллоне и соответственно он не может дышать почему по какой-то причине может быть потому что у него закончился воздух может быть потому что у него замерз то есть не замерз а может у него неисправность соответственно клапанами вот но в этом случае значит если вам напарник такое говорит то значит нужно каким-то образом организовывать совместное всплытие и, естественно, давать ему дышать. Либо дать ему дышать своим собственным октопусом, если у него не получается, то, значит, соответственно, дать ему дышать из своего либо октопуса, либо дышать по очереди. Своим собственным кислородом, который у вас есть. А самому чем дышать? По очереди. То есть, вдох ты, вдох я. Вот. Ну, это тоже довольно частая ситуация. Вот. Довольно частая ситуация в нашем Белом море. Вот. Когда человек может вот так вот вам показать. Вот. Это, значит, означает... Я убираю два. Я никуда не пойду, да. Вот. Но на самом деле, да. На самом деле понятно, что вообще-то говоря, да, это означает, что я замерз. Вот. И это, на самом деле, тоже повод для того, чтобы пойти наверх. Иногда, особенно, научные погружения могут быть довольно длительными. Вот. Особенно, если там у человека, допустим, не сухой костюм, а мокрый. Или там еще какие-то другие вещи. Вот. А длительные – это сколько? А что значит сухой и мокрый? Много глупых вопросов. Ну, ну, значит, сухой и мокрый – это конструкция костюмов. Если костюм мокрый, это значит, что, собственно говоря, это костюм из неопрена, который более-менее плотно прилегает к телу. И, соответственно, между телом и человеком находится слой морской воды. Ты не мерзнешь. И ты не мерзнешь, потому что слой маленький. Вот. Условно говоря, вода не обновляется. Но если, допустим, костюм плохо подогнан, то вода обновляется. А поскольку, как мы слышали, вода может минус полтора градуса быть, то очень быстро она становится очень некомфортной. Но это даже случается, даже если вода меньше, даже если вода там 10 градусов или 12. Я нырял однажды в Испании просто как рекреационный дайвинг. И там мы ныряли с инструктором, и инструктор спрашивал, какой у нас опыт. Я вот говорил, что я ныряю на Белом море. Он посмотрел на меня с ужасом. Сказал, что если вода ниже 15 градусов, то он туда точно не пойдет. Вот. Это большинство тех условий, в которых мы ныряем, там точно вода меньше 15 градусов на глубине. Вот. А сухой костюм, соответственно, это костюм, который не пропускает в идеале воду. Там вы можете надеть туда, значит, любимую тройку костюм. И, в общем-то, она будет помятой, но если все будет хорошо, то она не будет промокшей. Вот. Поэтому сухой костюм в данном случае изолирует вас гораздо более хорошо. Ты говоришь, как будто кто-то делал это. Я не знаю. Нырял в костюм. Ну, под сухой костюм можно здесь вообще все, что угодно. Там любимую пижаму, свитер. Можно и костюм тройку. Только монокль на цепочке не получится. Только никто не узнает. Да. Вот. Ну, в общем, так или иначе, вот эта ситуация, да, если там полчаса, то ты можешь уже замерзнуть, как бы, да, и, в принципе, уже будет хотеться вернуться на... Полчаса. Ну, да, в принципе, полчаса легко, может быть, да. Вот. Но все зависит от того, насколько хватает баллона, потому что у всех разная емкость дыхания, и емкость баллона бывает разная, да, то есть можно долго, долго довольно нырять, особенно если это не очень глубоко. Вот. Ну, в общем, так или иначе, если, как бы, человек замерзает, то ему хочется уже выбраться, и нужно учитывать его желание. Потому что может, например, там свести мышцы, и это будет проблемой. Вот. Ну, тоже довольно частый такой вот, как бы, вариант. Значит, это два... Да-да-да-да, вот так вот, так сказать, когда спрашивают. Вот. Это не значит... Это, значит, не косплей, так сказать, фильма «Три мушкетера». Вот. А это, значит, вас спрашивают, сколько воздуха осталось. Вот. И, в принципе, дальше есть разные варианты показать, сколько у тебя на манометре. Вот. Как-то обычно я, например, показываю просто манометр для того, чтобы, кстати, это было более понятно. Вот. Свой. И это тоже можно оценить, потому что, понятно, что если у твоего коллеги закончится воздух, то, опять-таки, пора идти назад. Каждый человек дышит. В этой презентации прям все, чем вы пользуетесь. Ну, это часто. Это я выбрал наиболее, ну, такие частые вещи. Ну, вернее, нет. Я, к счастью, никогда, так сказать, не сталкивался с отрезанием головы. Вот. Ну, в смысле, что нет воздуха. Вот. Ну, вот как бы манометр, да, и как бы и замерзание, да, было. Вот. То есть, такие были сигналы. Ну, это самый, вот, самый, как бы, то, что называется, самая такая ошарашивающая, озадачивающая новичков-водолазов знак, вот, который может перевести к непониманию, потому что, значит, вот этот знак, так сказать, с пальцем наверх большим, это не знак того, что все отлично. Вот. А это знак того, что, значит, мы всплываем. Вот. То есть, это знак, который показывает движение водолаза дальнейшее. То есть, в принципе, есть знак еще и вот такой, что не означает «добей его», а означает, что мы, наоборот, опускаемся. Вот. То есть, вот это важно. Это важно, потому что, если, допустим, ваш коллега вам показывает вот так, если вы ему тоже показываете вот так, думая, что сейчас он вам показал, что все у него хорошо, и все у вас хорошо, вот, то вдруг внезапно вы понимаете, что он от вас уплывает наверх, поскольку получил от вас ответ, что да, он всплывает. Вот. Это тоже знак, который нужно иметь в виду. Вот. Ну и, по-моему, последний мой, последняя моя, так сказать, презентация тоже довольно часто, кстати говоря, как ни странно, используясь в научной, при научном дайвинге знак, знак, потому что действительно иногда там непонятно. Допустим, человек тебе показывает что-то и спрашивает, а что это такое, условно говоря. Сколько кислорода. Нет, ну, да. Но в данном случае, нет, в данном случае он повторит свой знак, и ты ему пытаешься показать манометр, или он посмотрит сам на твой манометр. Вот. А как бы, ну, например, например, достаточно, допустим, что это за животное там, я не знаю. А если ты знаешь, ты отвечаешь пространно. Да, да, да. Знаешь, небольшой лекции. Да, 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 иногда так. Вот. Но так или иначе, так или иначе, вот у нас была такая иногда однажды ситуация, когда нам должна была прийти вот как раз этот самый начерпатель или кусака. Вот. А она все не приходила и не приходила. Вот. И я спрашивал напарника, собственно говоря, видел ли он, что, может, эту кусаку ее отлепили, она где-то в другом месте упала на дно, потому что не видно. Вот он мне показал, что он не знает. Мы там немножко пошарились, выяснили, что ее действительно очень долго задержали на судне. Вот. Нам пришлось довольно долго торчать и ждать, пока ее спустят. Вот. Собственно говоря, такие вот основные знаки. Это не все знаки, которые используют водолазы. Их там полно-полно. И в любой водолазной школе вас научат много чему, но не знаю. Как бы знать надо все. пользуешься обычно далеко не всем. Но это мой опыт. Я не знаю. Может, у коллег друга. Ясно. Спасибо. Очень интересно и познавательно. Вот. На самом деле, я думаю, что нам надо постепенно заканчивать. И вот чем мы можем закончить, я, может быть, хотел бы попросить Владимира ответить на такой вопрос. Это не я. Я не от себя спрашиваю. Я боюсь. Это очень страшно, то, что вы рассказываете. Но, может быть, кто-то, наоборот, вдохновится вашими рассказами и захочет тоже, ну вот, может быть, сделать какие-то первые шаги по направлению к тому, чтобы тоже заняться научным дайвином. Вот какие ты можешь дать рекомендации? Ну, да, нет. Я говорю, могу дать рекомендации, что, во-первых, как бы, нужно просто научиться нырять. Ну, как просто. Может, не так. Просто, но доступно, в общем-то, почти каждому, на самом деле. Есть много у нас, так, у нас в мире есть много федераций любительского дайвинга. Я посоветовал бы, начинать обучение, как бы, в одной, так сказать, из них. Так сказать, их рекламировать, естественно, сейчас ни федерации, ни конкретной центры я не буду, как бы, это все. К сожалению, нам за это не платят. Я, так сказать, не против, но не случилось пока. В общем, как бы, есть, там, Семас, Пади, так сказать, русская, нафи, так сказать, родная, так сказать, НДФЛ, в общем, тысячи, СМНДЛ, тысячи их, короче, и, в принципе, все они учат нырять людей. Там всегда есть некие ступени, в смысле, что обучение практически везде построено, так что вы приходите, вам рассказывают какую-то практику, теорию, показывают практику, вы ныряете в бассейне, то есть, это все как бы не страшно, как бы не опасно, потом, так сказать, проходите боевое, так сказать, крещение на воде, так сказать, открытый, как это называется, вот, как бы у вас уже есть сертификат первого уровня, что вот вы можете с, так сказать, аквалангом нырять, и вы можете это делать с инструктором, потом вы проходите следующую ступень и так далее, до, там, дайвмастер, это обычно называется, когда вы можете нырять с напарником таким же типа опытным, но уже, скажем, без инструктора, так сказать, одному нырять вообще не рекомендуется, так сказать, такое пожелание дать всем, не надо нырять одному, вот, значит, как бы стыдно сказать, у нас, например, с Алексеем, у меня, по-моему, есть вторая ступень, там, это самолюбительская федерация, а у Алексея, по-моему, третья, или тоже вторая, но, в общем, у меня Афадевская, короче, в том, что, как бы, главное, это, конечно, опыт, как бы, в общем, как бы, надо учиться и главное, что нужно нырять, как бы, если вы этим занимаетесь, то постоянно, как бы, нужно этот опыт как-то поддерживать, просто пройти, там, как бы, несколько курсов, это, как бы, не сделает, так сказать, вас, так сказать, опытным, типа, дайвером, вот, мне кажется, мы-то еще, как бы, дайверы, не самые опытные, так сказать, по сравнению с профессионалами, так сказать, так вот, что-то где-то мы ныряли, вот, короче, совет, так сказать, если хочется, не бояться, это все не суперопасно, не супер затратно, ну, затратно, но, так сказать, мы, не Рокфеллера, как бы, тоже, да, значит, как-то это можно, вот, и, как бы, так сказать, идти учиться, нырять, причем не обязательно это делать в ДСАФе, где учат, профессиональных водолазов за очень много денег, там, вас научат с трехболтовкой ходить, там, и так далее, это все, в принципе, начинающим, как бы, не очень нужно, нужна какая-то любительская федерация дайвинга, а потом они могут пойти в так называемые технодайверы, скажем, которые уже, как бы, они вроде как, так сказать, рекреационным занимаются дайвингом, но, то есть, для удовольствия, как бы, но на самом деле уже с применением каких-то таких технологий, которые, может быть, не каждому профессионалу, знакомым, как бы, он размещает, то есть, как бы, всегда есть куда расти, начинать можно с, так сказать, малого, в интернете, так сказать, легко найти, где у нас, так сказать, есть там, такие клубы, да, которые готовят обычно сразу по нескольким популярным программам. Все, в общем, они имеют свои плюсы и минусы, как бы, те три, по крайней мере, которые я назвал, они, как бы, существуют в какое-то солидное время, люди, которые на них учатся, так сказать, обычно не кончают под водой, так сказать, доставшись. Вот, то есть, это все работает, вот, а по какой именно системе вы учитесь, в принципе, это, как бы, не так важно. Физика, температура, как бы, физика, так сказать, погружения, да, как бы, она для всех одна, на самом деле, в какой бы системе вы ни учились, вода об этом не знает. Вода, она и в Африке вода. Да, это теплое. Да, ну, и, конечно, наверное, можно прийти к нам на кафедру, ну, если не работать или учиться, то хотя бы можно прийти и расспросить вот этих прекрасных, отважных людей, вот, о том, как сделать какие-то первые шаги. Ладно, коллеги, спасибо вам огромное. Если кто-то из вас что-то хочет еще добавить, то, наверное, самое время, вот, а так, на самом деле, я думаю, что мы будем постепенно заканчивать. Вот, было очень интересно, значит, зрители этого видео могут поставить под видео могут активировать знак всплываем наверх, вот, и, в общем, смотрите наши стримы, продолжение следует, всего доброго. всем пока. Пока-пока. Так, коллеги, я заканчиваю запись на этом. Угу. Угу. А. А. Продолжение следует...